10 августа. В наш регион, Алтай-Барнаул, пришла наконец-то жаркая погода. Ну, как частенько это бывает, очень жаркая. Температура под 30 градусов. Можно провести очередной обзор участка. За территорией участка, напомню, он у меня крайний, продолжаю наводить порядок. Вот здесь убрал некоторые кустарники. Травка выкошена, немножечко подгорает на солнышке, но ничего страшного в этом нет. Вот здесь видно, тут растет некоторое количество тыквы. Для тыквы у меня достаточно места и на участке, но здесь я отдельно выращиваю тыкву, которую хочу оставить на семена, чтобы она не перепылилась. Это зимняя сладкая. Вот здесь отдельно она была посеяна и неплохо растет. Вот такие уже плодики приличного размера. Ни разу здесь не поливал, растет сама по себе. Ну, тыква мощное растение, никаких проблем с ней нет. Надеюсь, переопыление этой тыквы не произойдет и будут хорошие свои семена. Вот здесь пара кустиков калины. Она уже завязала вот такие симпатичные ягодки. Также поспевает уже облепиха. Но облепиха в нашей местности никогда не подводит. Вот видно, как она усыпана ягодками. Это сорт облепихи чуйская. Растет всегда очень хорошо. Некислая. Можно кушать даже свежей. Так что с облепихой проблем нет. Скоро уже будем ее рвать. И довольно большое количество остается еще и птичкам, которые тоже ее очень любят поклевывать. Вот она, облепичка. Вот так красиво смотрится облепиха, когда поспевает. А вот здесь у меня еще запасы куриного помета свежего. Он приготовлен для подкормки клубники. Клубнику после сбора урожая тоже еще не подкармливал. Вот это грядочка салата для осеннего потребления. Освободилось место после лука шалота. И вот здесь посеян салатик. Ну а в огороде все растет нормально. Вот это многолетние луки. Сейчас их, правда, практически не рвем. Но растут хорошо. Это свеколка. Ну завязала уже хорошие корнеплоды. Вполне можно уже рвать, что и делаем. Здесь разные сорта. И цилиндра, и круглые сорта. Вся свекла имеет неплохие корнеплоды. Основная задача при выращивании свеклы в нашей местности это сделать так, чтобы корнеплоды были не слишком большие. Поэтому свеклу практически не поливаем. И она растет вот здесь, вот на этой грядочке. И так хорошо. Это грядка морковки. Морковка уже тоже сформировала уже хороший корнеплодик. И вот видно, что ее уже вовсю дергаем для использования. И сейчас выдернул пару штук. Корнеплоды уже нормальные. Вот такая морковочка уже выросла. Ей еще расти и расти. Ну уже видно, что корнеплоды большие. Некоторые сорта вообще, ну такие, изрядно большие. Сорта здесь разные. Все сорта растут нормально. Но с морковкой никогда проблем нет. Вот здесь рядом со свеколкой растет пастернак и корневая петрушка. Их пока не дергаю, но растут они нормально. На свободных местах, вот здесь, цветная капуста. Цветная капуста еще, конечно, не завязывается. Но кустики мощные. Надеюсь, и будут плодики. Вот это пекинская капуста. Но какая-то зараза на нее напала. Некогда мне с ними бороться, с вредителями. Поэтому изрядно ее портят. Но все-таки качанчики есть. И неплохие. Вот такие. Надеюсь, с пекинской капустой тоже будет все в порядке. Гусениц нету. Похоже, это бложка. Просто некогда с ней сейчас разбираться. Но я думаю, и так будет нормально. Вот это растет салат, оставленный на семена. Вот здесь семенной мангольд. Так что семена, я думаю, эти будут. С приходом тепла, наконец-то, ожили арбузики. Вот здесь два сорта. Это подмосковный Чайльстон и пекинская радость крестьянская. Кустики сформированы. И уже плодики начинают подрастать. В жаркую погоду им очень хорошо. Может быть, удастся получить хороший урожай. Хотя, уже надежды у некоторых были потеряны. Это пекинская радость крестьянская. Тоже уже вот такие плодики. Повторюсь, постоит жара, арбузы будут. Крупных плодиков уже несколько штук. И еще продолжают завязываться новые. Вес они набирают очень быстро. Так что с арбузами, может быть, будет все в порядке. Не зря надеялись. Вот здесь растут безрассадные помидоры, отсаженные из грядки. Видно, что завязали немалое количество плодиков. Вот это поспел лук-сивок сорта халцедон. Чернушка которого была посеяна весной. Перо уже засохло. И вот сегодня-завтра буду его убирать. Также сивок луков шалота четырех сортов тоже поспевает. Но перо еще зеленое, убирать рановато. А вот на этой маленькой грядочке еще подрастает лук душистый, многолетний. Он зашел нормальный из чернушки и будет потом отсажен на постоянное место. Еще здесь взошли и успешно растут остатки посеянных старых семян луков-эксибишн. Вот он. Все-таки завязал головочки. Несмотря на то, что его даже не прореживал и никак за ним не ухаживал. То есть из чернушки, в принципе, можно тоже неплохо выращивать лучок-эксибишн. И здесь еще остатки семян порея были посеяны. Тоже он подрастает. Некоторое количество рассадных помидоров высажено около забора на свободных местах. Им места на грядке не нашлось. И плодики на них тоже уже завязываются и начинают вспевать. Вот, например, сорт севрюга. Очень хороший сорт. Вот такие плодики. Вот это грядка клубники лорд. Из-за нашествия болезней и вредителей в этом году лист был срезан. Сейчас видно, что листики уже подросли. В ближайшее время будет клубничка полита и подкормлена. Теперь уже можно подкармливать, поскольку листики уже есть. И подкормка будет хорошо усвоена растениями. Вот на этой грядке оставлены усы клубники для размножения. Это тоже сорт лорд. В этом сезоне из-за погоды они подотстали и еще до сих пор не высажены на постоянное место. Хотя стараюсь это делать как можно раньше, еще в июле. Ну вот буквально сегодня уже буду высаживать их на постоянное место. Отрезать от материнских растений и пересаживать. Место уже подготовлено. Это тоже грядочка клубники. Тоже листики уже пошли в рост. Это капуста. Но с капустой особых проблем нет. Немного вредителей ее портят. Но страшного ничего не происходит. Качанчики завязываются. Поэтому я на них внимания просто не обращаю. Не трачу на это время. Думаю капуста будет. Хотя сначала тоже она отставала. Вот это кукуруза очень интересная. Свиткорн, если не ошибаюсь. Очень высокорослая. Немножечко с запозданием. Но начинает выбрасывать цветоносы и початки. Надеюсь все-таки урожай будет. Очень интересный сорт. Высокорослые, мощные растения. И по описанию друга огородника, от которого я получил семена в подарок, что початки будут очень интересные. Надеюсь, что они вырастут и покажу их потом. Это грядочка детерминатных помидоров. Поскольку солнце полить не милосердно, приходится даже помидоры притенять. Иначе просто растения горят. Особенно это плохо сказывается, если ночью холодно. А ночью холодно. А вот днем такая жара. Это типичная погода для нашей местности. Ну, плодики еще продолжают завязываться. Особенно в некоторых сортов. Уже довольно много помидоров собрано. А вот это отдельно расположенная грядка безрассадных помидоров. Они тоже не теряют время зря. И уже завязали тоже приличное количество плодиков. Вот столько. Это вот сорт толстый джек. Другие сорта тоже имеют достаточно плодов. Рядом грядочка жгучих перцев. Уже несколько плодиков уже собрано. Вот это жгучие перчики, которые сорваны и пойдут сейчас на переработку. Один немножечко недозрелый сорван по ошибке. Но тоже вполне пригодится. И плоды продолжают дальше подрастать. Вот опять краснеют. Ну, и завязей довольно много. Жгучие перцы не подводят.